Верховный суд США отклонил последний иск Трамповых сил, направленный на отмену результатов выборов. Суть его заключается в том, что генпрокурор штата Техас, к которому присоединились генпрокуроры еще 18 штатов, контролируемых республиканцами, при поддержке 126 республиканцев Палаты представителей, обратились с иском об отмене результатов выборов в ключевых штатах. Основанием для иска послужило то, что эти штаты приняли поправки к избирательному законодательству, которые регламентировали голосование по почте на период пандемии. Поскольку США – федеративное государство, то каждый штат имеет большие полномочия по регламентации той или иной деятельности в своих границах. Проще говоря, там, безусловно, должны быть обеспечены выборы на те должности, которые указаны в федеральном законодательстве. Но порядок голосования штат имеет право организовать на свое усмотрение. Главное, чтобы избиратели имели возможность реализовать свое конституционное право голосовать. Таким образом, нюансы избирательной процедуры разных штатов имеют свои отличия, основанные на решениях законодателей штата, принятых в рамках их компетенции. Вопросы к таким решениям могут возникать у федеральных властей и только в том случае, если власти штата приняли решение вне рамок своей компетенции. Техас же своим иском попытался сформировать прецедент, когда один штат оспаривает внутренние решения другого штата, принятые в рамках своей компетенции. Проще говоря, эта публика посигнула на основы федеративного устройства США путем ограничения компетенции конкретных штатов. С чисто логической точки зрения ситуация выглядит так, что избирательный процесс по своей правовой природе стремится охватить как можно большее количество избирателей, чтобы их воля была учтена наиболее полно. А вот законодатели каждого штата, исходя из конкретной ситуации на месте, должны создавать эти самые условия. В некоторых, даже европейских странах, этот вопрос урегулирован совсем жестко, поскольку там нет избирательного права как такового, но есть избирательная обязанность. Граждане обязаны проголосовать на выборах в их округе и точка. Все, кто не получил бюллетеней по неуважительной причине и не проголосовал, подвергаются крупному денежному штрафу. Но в Штатах это именно право, и по сути законодатели должны выявлять и убирать препятствия, которые мешают части избирателей осуществить свое конституционное право. Скажем так, если кто-то считает, что эпидемия коронавируса в США с 16 плюс миллионами зараженных и 300 плюс тысяч погибших не проблема, то он может себя считать не просто одаренным или одаренным на всю голову, но правоверным сторонником секты святого Трампа первосранного. Отсюда следует, что законодатели Штатов были обязаны реагировать на эти чрезвычайные обстоятельства и создавать условия, при которых процесс голосования не должен представлять опасности для избирателей или минимизировать ее, насколько это возможно. Очевидно, что весь мир признал социальное дистанцирование или исключение массовых собраний одним из ключевых элементов профилактики этого смертельного заболевания. Понятно, что сам Трамп и его упорные сторонники плевать хотели на эти правила, но это их личное дело. А как законодатели, они обязаны предоставить возможность реализовать свои избирательные права, соблюдая дистанцирование. То есть, избиратель в этой чрезвычайной ситуации должен иметь выбор, либо идти на избирательный участок лично, либо голосовать дистанционно. Это право должны предоставить законодатели конкретного штата. И вот, часть штатов создали эти условия, а часть нет. Там, где эти условия были созданы, проголосовало больше людей, чего и следовало ожидать. А часть штатов зобычилась, наслушавшись Трампа и погнала всех на участки. Люди, глядя на эту ситуацию, послали куда подальше и Трампа, и выборы. Но это до руководства республиканских штатов дошло позже. И Трамп вместе со своими сторонниками стали кусать себе локти, или до чего они там еще могли дотянуться. Но вместо того, чтобы обвинить Трампа в стратегической ошибке и тупых призывах не голосовать по почте, трампофилы решили, что имеют право вмешиваться во внутреннее законодательство других штатов, в частности Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина, и отменять там результаты выборов. Иск был основан на том положении, что Верховный суд обязан принимать к рассмотрению иски по спорам между штатами. Именно поэтому иск был направлен от лица штата, чтобы получить юрисдикцию Верховного суда. Но видные юристы США и даже далекие от американского избирательного права юристы, которыми являются члены редакции Линии обороны, сразу отметили, что действительно, споры между штатами должна рассматривать высшая инстанция, но для этого должен быть предмет спора. Если его нет, то рассматривать нечего, а его нет. В кратком решении суда написано именно так. Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводят выборы. Все другие ожидающие рассмотрения ходатайства, связанные с этим иском, отклоняются, как спорные. Между прочим, генеральный прокурор Пенсильвании в жестком ответе назвал иск Техаса на признание результатов выборов безосновательным и злостным злоупотреблением судебным процессом. Он настоятельно призвал судей «Послать четкий и однозначный сигнал о том, что такие злоупотребления никогда не должны повториться». В общем, это был последний фокус, который заготовил Трамп изначально, и он не просто не сработал, а провалился с треском, показав правовой нигилизм как самого Трампа, так и тех, кто поддержал его в этих бредовых играх. По процедуре 14 декабря состоится заседание комитета выборщиков США, где пройдет окончательное голосование за президента, поскольку выборы первого лица государства там непрямые. Будь они такими, как в большинстве стран мира, то Байден уже давно был бы победителем, имея разрыв в миллионы голосов. И в общем, любая вменяемая партия должна была принять окончательный результат Верховного суда и двигаться дальше. Но тут все оказалось, как в том примере с классической музыкой. Финальная часть произведения показывает все то, что было закручено в предыдущих частях и выдается на максимальных оборотах. Если до этого момента действия Трампа грозили вырождением или развалом республиканской партии, то сейчас стало понятно, что дед готов развалить США, не моргнув чубом. В общем, такие подозрения были уже давно, но они подтверждались какими-то косвенными действиями, например, явной попыткой вернуть США к эпохе изоляционизма, описанной в доктрине Монро, то есть вернуть Штаты на 200 лет назад, в начало 19 века. Целый ряд явно деструктивных инициатив указывали на то, что Трамп намеренно и последовательно убивает авторитет США, достигнутый поколениями предшественников. Но теперь эти выводы получили формальное подтверждение. Так, председатель республиканской партии Техаса Ален Уэст упрекнул Верховный суд, заявив, что законопослушные штаты должны сформировать союз. Речь идет о тех 18 штатах, в основном юга, которые контролируют республиканцы. Это заявление было сделано публично и означает вот что. Ален показал, что Верховенство права, как фундаментальный конституционный принцип США, ничего не значит не только для Трампа, но и для значительной части республиканской партии. Эти люди не принимают судебных решений и по сути ставят под сомнение полномочия судебной власти. И тут речь уже не идет об отдельном решении, а о фундаментальных вещах, на которых держится государственная конструкция вообще. Кто такой Ален, чтобы осуждать решение Верховного суда? И потом, зачем обращаться с иском в этот суд, если ты заведомо не принимаешь его решение не в свою пользу? Это показывает, что и Трампа, и его соратников не интересует объективное рассмотрение дела судом и им не нужно справедливого решения. Они хотят исключительно подтверждения своей позиции, а когда она не подтверждается, они обвиняют суд в том, что тот не принял нужного им решения. Эти господа не читали базовых правовых актов, на которых основаны США, в частности, Декларацию о независимости, где утверждается равенство всех перед Богом и законом. Ну а вторая часть его заявления носит явно сепаратистский характер и призывает вернуть США во времена войны севера с югом. Это никак иначе нельзя принимать и, между прочим, такие заявления, направленные против США, оставшиеся без соответствующего правового регулирования, создадут очень неприятный инцидент, о котором мы, украинцы, можем говорить много и долго. Оставшаяся без соответствующей реакции речь Януковича в северодонецке «эти козлы мешают нам жить» из-за «писуар» в конце концов привела к войне, так что это тоже не должно остаться без ответа. Конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кизингер так прокомментировал эту инициативу Аллена. Я считаю, что техасское руководство республиканской партии должно немедленно отказаться от этого, извиниться и уволить Аллена Уэста и всех, кто связан с этим. Президент Авраам Линкольн и солдаты Союза уже сказали вам «нет». Сенатор-демократ Брайан, Гавайи. Республиканская партия Техаса официально выступает за выход из США. Они сошли с ума. Байден будет президентом, но эти люди смертельно серьезно относятся к отделению и подстрекают к мятежу. И это единственный вопрос, который СМИ должны задать завтра любому избранному республиканцу. В общем, как это всегда бывает у Трампа, от его предвыборного «сделаем Америку великой снова» до послевыборного «развалим Америку нахрен». Прошло всего-то чуть больше месяца, и теперь всем, кто медитировал на этого человека Путина, должно быть понятно то, за кого они проголосовали. Трамп – проект Москвы, направленный на демонтаж США. И только что Аллен об этом сказал прямо и открыто. Если даже и это не внесет ясность в умы тех, кто голосовал за Трампа, то в таком случае остается предположить одно из двух – либо это не американцы, либо у них нет ума. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok